Восьмая глава Книга Ездры И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. И причисляется от второго стиха до четырнадцатого стиха люди, которые вместе с Ездрой вышли из Вавилона. Теперь читай пятнадцатый стих. Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел. И послал я позвать Елизера, Ариэла, Шемайю и Елнафана, и Арива, Елнафана и Нафана и Захарию и Мешуллама главных, и Иоярива и Елнафана ученых. И дал им поручение к Иддо, главному местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, Нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного, и сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно, Шеревию, и сыновей его и братьев его, восемнадцать человек. И Хашавию, и с ним Иешаию, и сыновей Мерариных, братьев его, и сыновей их двадцать. И из Нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу Левитам двести двадцать Нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, «рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему благодеющие, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Итак, мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек — Шеревию, Хашавию и с ним десять из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвование для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники Его, и князья Его, и все израильтяне там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра шестьсот пятьдесят талантов и серебряных сосудов на сто талантов, золото — сто талантов, и чаш золотых двадцать в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им, «Вы — святыня Господу, и сосуды — святыня, и серебро, и золото — доброохотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главами поколений израилевых в Иерусалиме, в хранилище, в придоме Господнем». И приняли священники и левиты, взвешенные сереброй, золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашу была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там три дня. В четвертый день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меримофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елеазару, сыну Финьесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Виннуя, левитам. Все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время. «Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов за всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий». Субтитры создавал DimaTorzok